Пробуждение клещей. С каждым теплым днем в лесопарках города все больше активизируются кровососы. И в последние два года количество пострадавших горожан растет. Если в 2016 году за помощью обратились около 600 человек, то в прошлом году на тысячу больше. О готовности к весенне-летнему сезону медиков города следующий материал. В этом году клещей ожидается еще больше. Это связано с тем, что зима была теплая и кровососы перенесли холода с малыми потерями. По словам заместителя главного врача инфекционной больницы Виталия Казакова, предостеречь себя от весенних паразитов нужно было еще осенью. Планировать прививки именно в плановом порядке нужно было с осени начинать делать. Потому что после вакцинации это двукратно. Первый раз делаться осенью и где-то через 5-7 месяцев делаться вторая вакцинация. Однако таким советом пользуются немногие. Обычно течь и профессии тесно связаны с лесами и полями. Пик активности клещей ожидается в конце апреля. Обезопасить себя от кровососов, сделав прививку, можно и сейчас. В случае укуса получение вакцины обязательно. Если клещ заразен, то человека приглашают на иммуноглобулин, вводится иммуноглобулин из расчета на 10 килограмм масса 1 миллилитр. После извлечения клеща отправляют на экспертизу, чтобы выявить наличие у него вируса энцефалита. Экспертиза проводится в инфекционной больнице, куда привозят кровососов не только из челнов, но и близлежащих городов. Выявить информацию о клеще можно двумя способами – вручную или же автоматически. Последний вариант не всегда оказывается быстрее. Перемешивают с 95-градусным процентным спиртом, несколько раз откручивают в центрифуге, несколько раз заливают и получают суспензию из клеща. С помощью суспензии или раствора из клеща его проверяют на наличие вируса. На весь процесс от изъятия клеща с кожи человека до конечного итога уходит около суток. К наступающему сезону медики уже готовы. Вместе с вакциной в больницу завезли необходимые для проведения опытов препараты. На сегодняшний день мы готовы принять минимум 250 человек, но на днях нам буквально привезут еще 10 коробок, это примерно на 500 человек. В прошлом году у нас было много, более тысячи анализов. Предполагается, что клещи активизируются уже на следующей неделе. Пока за медицинской помощью челнинцы не обращались. Однако два случая укусов клещей зафиксированы в соседней Елабуге. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Ильнар Мустафин, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.